приветствую вас друзья с вами варчик подписки пошли прямо какими-то невероятными темпами спасибо огромное за подписочки 20000 уже не за горами а в этом видео поговорим про интересные факты трейды на который завершился это так сказать итоги этого невероятного события я лично ни разу не пользовался трейды нам потому что у меня попросту 99 процентов прям танков есть на аккаунте мне нет смысла что-то на что-то менять она у меня все есть но вот что наменяли там игроки всего обмена у произошло 416 тысяч восемьсот двенадцать цифры прямо скажем большая трейдин получается тот инструмент которым пользуются прямо много в этот раз было два вида обмена один к одному и стандартный обмен стандартным обменом воспользовались двести семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят один раз а вот обменом один к одному 140 тысяч двести тридцать один честно говоря с виду обмена один на один выглядел ужасно и выгоду с этого получить практически нереально было как я говорил в основном люди будут там менять елку на какой-нибудь танчик в этом обмене один на один к слову мой прогноз сбылся и елку сдали очень большое количество раз итак какие уровни сдавали двадцать одну тысячу восемьсот шестнадцать танков шестого уровня сдали седьмого уровня 21 1057 а вот восьмого уровня аж триста семьдесят три тысячи девятьсот тридцать девять восьмерок прямо дали очень много ну и она и не удивительно восьмой уровень самый популярный в игре теперь давайте поговорим подробнее про обмен один к одному топ 5 танков которые чаще всего сдавали и на пятом месте bz 176 6908 штук отдали честно скажу я вообще не понимаю этих людей да это фугасницы она не все может зайти не все понравится это китайский танк который может там гореть в передней катки но брони много скорость какая-никакая есть у вены и очень сумасшедшая фугасница которую на восьмом левеле ты больше такую не найдешь да не в каждом бою получается стабильно отыграть но на фугасница всегда так фугасные танки никогда не показывали стабильно в каждом бою хороший результат в каком-то бою они чуть больше показывали в каком-то чуть меньше но в целом это танк очень сильный и отдавать его это конечно такое но я честно скажу я рад что хотя бы столько танков сдали этих поскольку они реально ломают рандом чем их меньше в рандоме тем лучше а лучше еще если бы вообще не выпускали такой танк но тем не менее если он у вас уже есть то отдавать смысла особо я не вижу поскольку там сильнее танков по имбовости не было чем этот это вообще просто дичь какая-то на четвертом месте у нас бачтелен бураск их отдали восемь тысяч девятьсот восемнадцать я могу понять почему этот танк сдавали его можно было получить бесплатно в марафоне во первых у него не очень пробитие фармить на нем тяжеловато во вторых он скиллозависимый очень сильно целевая аудитория видимо попросту не справляется с этим танком и отдает его поскольку не могут его реализовать но лично на мой взгляд это очень сильный танк и опять же нету ни одного танка которую можете получить взамен который был бы сильнее чем бураск это танк тоже ну на мой взгляд отдавать ошибка но я могу хотя бы понять почему переходим дальше третье место somoa sm 13 тысяч пятьсот девяносто два танка отдали танк очень хороший у него жесткий барабан который хорошо и легко раздается перезарядка очень быстро как для такого большого барабана единственно что танк не впечатляет своей броней бронирование у танка слабенькая но он и ездит нормально не прям уж медленно ну и не сказать что он полностью картонный хотя башня дыра еще то тут опять же видимо целевая аудитория не оценила броню на somoa sm конечно результат полегче набивается чем на бураске почему его отдали аж тринадцать тысяч пятьсот девяносто два штуки я не знаю как по мне барабанные танки которые можно получить взамен они не будут сильнее чем этот да может быть там бизонты по броне получше но пушка штамм кривущая а у somoa наоборот хорошая стабилизирована нормальная пушка можете написать в комментариях свои догадки почему у somoa так не взлюбили дальше объект 252 у защитник это танк в игре находится очень давно их сдали аж 17 тысяч триста шестьдесят четыре штуки очень много и может быть попросту уже на игрались на нем пушка кривая но броня по прежнему крепка и танк все равно сильный по-прежнему хоть он и находится в игре очень давно может быть попросту наигрались уже решили перейти к чему-нибудь другому либо надоело это косое кривое орудие у меня догадки такие ну и сейчас первое место вы будете просто в шоке со стула может быть упадете или короче держитесь и лс и в 90 их сдали шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять штук я помню вот недавно играл на лт 8 уровня в каждом бою было по несколько even 90 от них просто реально подташнивало и вот все эти even 90 отправились на помойку слава богу как же они меня достали реально и мы видим что этот трейд-ин принес даже какие-то положительные моменты в рандом некоторые токсичные или мерзкие танки имбовые танки отправились на помойку там и мы принципе и место как вы думаете это хорошо или нет и давайте посмотрим какие же танки люди вместо этого понабрали на пятом месте в обмене один к одному люди набрали тс-5 6500 с 1 тс-5 хороший танк я на нем играл и в некоторых боях можно очень много настреливать единственного него проблема это то что орудие как будто бы гвоздями приколотили она не поднимается не опускается не поворачивается она просто прямо торчит и все но стабилизации дпм с пробитием просто жесть лобовая броня хорошая но лючок конечно подводит этот танк жесткий в принципе здесь я могу согласиться что этот танк можно взять он хороший но вот все имбовые танки которые сверху поддавали я не знаю какой за этот танк можно отдать и не пожалеть разве что even 90 все остальные танки если бы я отдал я не сказал бы что я прям в плюсе либо если защитник очень давно надоел но вот сома бураск или bz-176 это ошибка лорейн 40t 6903 я честно вообще не понимаю вы зачем его взяли он хуже любого танка вообще представленного здесь за который мы говорим это огромный ноль брони пузырь сейчас в рандоме много фугасных танков танков с альфой плюс еще есть пер который быстро менять снаряд то фугасный и лорейн 40t просто страдает от всего что видит пушка кривая косая снаряда в барабане не так уж много и просто огромный ноль брони танк я бы ни за что в жизни это не взял его время уже прошло и в рандоме 0 вы просто для коллекции взяли чтобы он стоял чем вам мешал прошлый танк который тоже просто стоял здесь я вообще просто не понимаю людей и так на третьем месте танк который брали это лев 7137 штук лев танк в принципе неплохой у него нормальная броня средненькая такая не сказать что он там прям супер бронированный ставишь на него турбинку закалку досылатель и едешь в рандом пушка супер обалденная альфа конечно небольшая но пробитие стабилизация точность супер классные он свой результат набивает серебро фармит нормально крепкий такой среднячок и что самое главное он супер простой на нем очень легко играть если вы взяли льва вместо его 90 ну на крайний случай там защитник хотя защитник конечно сомнительно защитник посильнее будет то может быть еще можно поверить что вы взяли льва но от остальные лимбовые танки ну не знаю разве что у вас нет скилла чтобы реализовать сумму или бураска ну лев да он супер простой и легкий будете фармить серебро и не придется сильно потеть из 3 смз на втором месте 20 158 штук люди набрали у танка 10 удельная мощность он едет быстро только когда со скалы падаешь у венов особо нет броня есть но не сказать что и легко пользоваться поскольку тяжело стрелять без каких-то внушительных у венов занимать рельефы сложно тем более танк супер медленный пока куда-то там подстроишься тебе уже напихают полный рот но у него очень хороший барабан тем что чем меньше снаряда в барабане тем быстрее он заряжается тем лучше дпм альфа хорошая пробитие нормальная дпм реально классный урон этот танк набивает быстро но он очень медленный и неудобный на нем тяжело успеть подстроиться правильно в бою причем какие-то там турбины ему особо не помогают потому что удельная мощность 10 ты сколько к десяти в процентах там не добавляя все равно получится дай бог 12 не самый приятный танк но в некоторых боях когда нужно просто стрелять он реально быстро стреляет и настреливает урон но в боях где нужно ездить где нужно шевелиться вы попросту вообще не успеете нормально что-то там сделать не самый приятный танк тем более пушка очень кривая ну и на первом месте бизонты c45 35 тысяч 567 я уже встречал бизонты давно их в рандоме особо там не было видно как же они хорошо в маску голдой пробиваются но вот если у вас на алде маленькое пробитие это конечно будет беда поскольку там прям явных каких-то ром на ключ ков нет вообще либо ты стреляешь ему фары либо в маску голдой либо все приехали танк хороший у него барабан пробитие нормальная у вены хорошая лобовая броня хорошая едет нормально но орудие не стабилизировано кривущие это единственный по сути минус такой неплохой танчик не самый конечно далеко не самый имбовый но если посмотреть на все танки которые можно взять и которые сдавали то те танки которые сдавали в основном лучше кроме м90 я бы не сказал бы что он прям супер какой-то сильный но их издали он 64000 я бы лично из тех которые сдавали сдал бы n90 тут я согласен и взял бы тс-5 льва или бизон тс-45 может быть из 3 сам за если остальное есть лору бы я точно не брал ну и теперь посмотрим на танки которые в обычном 3d не были так танки которые чаще всего сдавали т-34 9138 штук сдали он еще по-прежнему у кого-то оказывается есть это танк мертвую уже не знаю вот сколько и раз существует столько он и мертвый потом в к 16801 п это танк тоже полный мусор из 6 ч это в принципе неплохой танк я бы на самом деле придержал бы его разве что вы очень много на нем сыграли он попросту надоел но это неплохой танчик т-34 б 10494 штуки сдали мы видим тут почти всех танков по 10000 задали одинаковая цифра почти везде т-34 б это в принципе тот же самый т-34 поэтому этот мусор понятно почему люди задают но я мx м4 млс 49 liberty 12171 тоже не самый сильный танк на нем конечно играть можно фармить можно но он звезд неба не хватает есть танки намного сильнее и какие танки приобретали из 3 смз он конечно посильнее чем все танки которые сдавали тут я согласен но не самый приятный танк т-5 по сути тоже нормальный танчик я бы его даже наверное взял бы бизонты c-45 тоже хороший танк 27580 штук взяли бизонты т-5 13707 из 3 смз 12790 на втором месте лт-432 тоже хорошая такая неплохая лт-шка на которой несложно научиться играть лт-432 взяли четыре четыре тысячи 142 штуки видим что цифры растут уже к первому месту очень сильно ну и на первом месте cs-52 лис 52760 я в принципе тоже говорил что cs-52 лис это именно тот танк который можно взять и я не прогадал этот танк на первом месте такое ощущение что общая масса в принципе понимает какой самый танк ненужный и какой танк самый нужный поскольку те танки которые я советовал и рассказывал видео те танки сдали и те которые я опять же советовал те танки и взяли пишите в комментариях как вам итоги трейд-ин на мой взгляд трейд-ин даже принес какую-то пользу некоторые токсичные мерзкие танки люди по сдавали это хорошо но и видно что у некоторых игроков даже присутствует мозги и они взяли более-менее нормальные танки но некоторые танки конечно я бы не сдавал с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока